Ездил в Вильнюс, посмотрел обстановку, все спокойно. Слушай, что ты в этот Вильнюс ездишь? Слушай, скоро в оппозицию перейдешь уже. Не поверите, вопрос из того же ракурса будет. Да? У нас такая сложилась, что государственные журналисты задают острые вопросы, оппозиционные личные какие-то решают. Ну, это бывает. Думаю, что было бы неправильно, чтобы мы не подняли сегодня такой вопрос. Определенные силы периодически, время от времени, поднимают тему небольшой группы белорусских граждан, пропавших без вести, или как в обиходе стали говорить, по-белорусски изниклах. Спасибо. А то в интернете прочитал, говорю, ну, я извиняюсь, что тебя Вадим перебил, и своим, говорю, помощником, говорю, слушайте, якобы от моего бывшего помощника Лябецкий. А вот там, не поднимая Иосиф Павлович, вопрос по зникшим и прочим. Я говорю, слушайте, напомните мне про эту тему, чтобы не говорили, что мы вот тут что-то прачем под ковер и чего-то боимся. А вот нет великого деятеля, которому когда-то предложили портфель министра, а он хотел быть премьер-министром. И вся его оппозиционность, он сегодня, прябузгая на всю державу и на весь мир, что Лукашенко кого-то скрал и куды-то завелся. Я извиняюсь, хорошо, что задал. И, в общем-то, понятна цель, для чего это все периодически поднимается, дискредитировать лично вас, белорусскую власть. Я думаю, торпедировать или хотя бы замедлить процесс сближения или улучшения отношений между Белоруссией и странами Запада. Вы уже неоднократно комментировали этот вопрос, но тем не менее, остается ли он актуален в наших отношениях с западными партнерами? И не наступило ли время, наконец, в этом вопросе поставить точку или расставить все точки над «и», чтобы уже таких вопросов больше не возникало? Я бы был, Вадим, самым счастливым человеком. Самым счастливым. Если бы мне, как это когда-то, я сейчас приведу, присаживаюсь, приведу пример, вот взяли меня за руку оппозиционеры, пятая колонна, кто угодно, взяли и завели и показали. Вот этот человек. Они же не сникшие эти, они же говорят, что их там поймали, их задушили, закопали и так далее. Вот что я знаю на сегодняшний день и что у меня на сегодняшний день. Какое-то время, вы тоже, наверное, это помните, лет 10 назад их знайшли. Знайшли и поднялся целый вал. Я в резиденции загородной, тут пробегает ко мне адъютант Александр Родж. Знайшли там это? Я говорю, как знайшли? И те, снимают трубку службы безопасности, на умов тогда был, бедный человек попал под раздачу, ни в чем не повинный. Александр Родж, да, вот журналисты или кто-то там один, Иван Сусанин, на полигоне, на каком-то, Стрелковом, нашли могилу, где они зарыты. Я думаю, чтобы не было потом разговоров, я говорю на умову, начальник службы безопасности, я говорю, никому не довираю, ни МВД, ни КГБ, там же их подозревали. Бери эту толпу, которая собралась, готова туда идти якобы, а уже ночь на дворе. Бери, свети фонариками, веди, куда скажут. Генерал есть, так точно. Повел. Привел этот человек, показал на полигоне, ну и я же в режиме реального времени, он мне дадо докладывать, вот пришли, какая-то канава, они настаивают, что это здесь. Я говорю, я тебя прошу, лично, копай. Копай, пока тебе не, пока не скажут достаточно. Взяли эти со службы безопасности ребята лопаты, рыли до тех пор, журналисты, все освещается, это же показывали в эфире потом, российские журналисты, все освещается, копали там, наверное, до материнской породы достали. Ничего не нашли. Это счастье мое, что я дал такую команду. И на уму их туда повел. Вот они нашли. Один из оппозиционеров их туда повел, всех журналистов. Вот это я четко помню. С последних этих скрадинок. Дальше. Это Дима Завадский оттуда, с этой. Да, это, ну, в том числе и про него упоминают. И он тоже, да? Вот второй эпизод, который я очень хорошо помню, когда задержали этих ребят, им кому-то пожизненное дали. Я уже вам честно рассказываю, как это было. Дали пожизненное. И он, по-моему, в Жодино, или где у нас, Игорь Анатольевич, в Жодино? В Жодино. И парня там, который где-то, я даже не помню, где служил. И связано это было с Шереметом. И Дима Завадский с ним работал. Прекрасный парень. Он даже как-то в пули, в президентском пуле участвовал, ездил. Ну, парень золотой. Это жуть, что не стало, возможно, не стало этого человека. Но, как суд признал, его убили, назвали конкретных, осудили и посадили. Значит, ну, опять же, все это канитель разворачивается. И у меня в службе безопасности служил парень, старшим сменой. Очень порядочный человек, Саша. Сейчас не знаю, где он служит, уже время столько прошло, наверное, на пенсии. Он его очень хорошо знал того, кого осудили. Но он якобы не признался. А у него там в машине лопату эту нашли, сравнили кровь, там это все. Осудили. Пожизненное дали. Я думаю, что ты его знаешь. Да и канитель это идет, и с западом это плохо. Я говорю, Саша, я тебя прошу. Вот лично, как президент. Поезжай в колонию. Найди этого человека, министром, не помню, кто был, дал команду министру внутренних дел, чтобы обеспечили допуск его туда, потому что строжайший режим. Попроси его. Если он, слушайте внимательно, это сделал, Пусть признается, я его полностью после этого амнистирую, я имею право на это, я его освобожу от наказания, даже если он совершил это жуткое преступление. Но он должен показать труп. Он отказался. Он отказался. Он приехал и говорит, я готов ради президента взять на себе вину. Я говорю, нет, мне не надо, чтобы ты на вину брал. Ты мне должен показать, как ты это сделал и где этот человек. Он отказался до сих пор сидеть в пожизненное заключение. Я готов был пойти на это и ради того, чтобы языком не плявузгали, освободить его от наказания. Конечно, меня бы долбали в обществе за то, что я преступника такого освободил, который этого Диму убил. Ну, по суду это так выходит. Но, вот то, что он мне ответил. И третий эпизод, который я помню, это связан с Германией был, когда появились фотографии. И, по-моему, Витя Гончар или кто-то там еще, были сфотографированы в Германии. Мы за это ухватились и начали торпедировать в те времена немцам. Вы, доложите нам, покажите, почему, где, откуда эти фотографии. До сих пор мы ответа не получили. Коль я так подробно об этом рассказываю, вы, наверное, понимаете, что я это не забыл. Обвинение в мой адрес. Ну, думаю, у Павла Зотовича надо больше спросить. Он дружил и с Витей, с Гончаровым и прочим. Он когда-нибудь вам что-нибудь может рассказать о своих чувствах и впечатлениях по этому поводу. В обществе много разных версий. Но я самый заинтересованный человек. А что мне вообще к этому не имеет никакого отношения? Я бы с удовольствием раскрыл все факты, если бы там что-то было. То есть, я очень заинтересован в этом. Но я, к сожалению, кроме этого, больше ничего не знаю. И я думаю, знаете, если бы уж так было, как говорят наши, слишком обеспокоенные, где-то бы это вылезло. О покойниках, если они ушли из нашей жизни, плохо не говорят. Но я все-таки надеюсь, что где-то их следы есть. Я предлагаю вернуться к первоначальной теме, поговорить о том, что...